Они скромно поднимаются на сцену, не требуя лишних оваций. Получают награду и, немного стесняясь и смущаясь, слушают торжественные речи о себе. Потому что для этих мужчин привычнее работать, помогать другим, приносить пользу, оставаясь в тени. У Василия Милованова в подчинении почти 700 сотрудников. Поликлиника под его началом имеет высокие показатели в работе. На просьбу открыть секрет успеха отвечает без лишнего пафоса. Для этого, наверное, надо хорошо, много и честно работать. Акция эта замечательная, награду эту получать очень приятно, тем более, что в определенной степени это и неожиданно. И любому мужчине, наверное, приятно получить награду от Союза Женщин. Ответственность, надежность, бескорыстность и, конечно же, ум. Вот качество, на которое обращает внимание жюри в лице Самарского Союза Женщин. Именно они и запустили акцию «Мужчина года», которая становится приятной традицией. Почетный титул сегодня получили 24 представителя сильного пола за родительские успехи и профессиональные заслуги. Самых достойных выбирали в номинациях «Лучший руководитель», «Профессионал года», «Мужчина-благотворитель», «Мужчина-защитник» и «Мужчина-глава семьи». Мы чествуем мужчин, которые являются руководителями предприятий и организаций, которые лечат, учат, которые являются меценатами, которые воспитывают детей, которые занимаются общественной деятельностью. То есть те люди, которые хорошо работают на своих предприятиях и вносят частичку добра в жизнь людей, в жизнь города, ну, соответственно, и всей нашей области. Подобных премий в других регионах России нет. Самарская область первой стала отмечать настоящих мужчин. Организаторы уверены, что как и победители акции являются примером для своих товарищей, так и 63-й регион станет образцом для всей страны. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. Субтитры создавал DimaTorzok